Начать хотелось бы с той ситуацией, которая сложилась вокруг авиаперевозчика, ВИМ-Авиа. Мы вчера с министром на этот счёт разговаривали. Максим Ильич мне сказал о том, что эта компания полностью соответствовала всем критериям, которые предъявляются к авиационным компаниям, к перевозчикам. Он мою реакцию знает, вчера не буду повторять, но всё-таки в одной части только повторюсь. Если вы выработали такие критерии, то чего они стоят, если ничего не видно за ними? Что это за критерии такие? Критериям соответствуют, а работать не может. Десятки тысяч людей оказались в очень сложной ситуации. Но хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами всё продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса. Не хочется обременять бизнес с дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может. Он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами. Кстати говоря, тоже самое у нас в стройке происходило. Вот мы говорим бесконечно о дольщиках. Ну и чего? Ну деньги вкладываем, конечно, гасим кое-что, хотя ещё не всё погасили. Многое, но не всё. Но проблема, она остаётся. А вот правоохранительные органы докладывают, что кроме вот этих проблем с официальными, если так можно сказать, дольщиками, есть ещё другая проблема, связанная с незаконной застройкой. Она в разы по объёмам больше, чем проблема дольщиков. Строят дома на неоформленных нормальным образом площадках. Потом вообще непонятно, куда людям идти, к кому обращаться. Да, конечно, я понимаю, что без привлечения средств граждан этот бизнес не был бы так эффективен, как сейчас. Мы знаем о проблемах, с которыми сталкивается строительная отрасль. Всё понятно. Но почему мы до сих пор не можем отрегулировать нормальное функционирование, цивилизованное функционирование этих чрезвычайно важных секторов экономики? Значит, вот мы сейчас с председателем правительства обсуждали это. Я обращаю внимание курирующего транспорт-вице-премьера. Вы недостаточно внимания уделяете этой отрасли. Недостаточно. Может быть, вы перегружены слишком. Мы уже говорили об этом. И хочу министру сказать. Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Митрием Анатольевичем, что делать с этим неполном служебном соответствии. Если не справитесь, то тоже подумаем. Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. И не только эту проблему закрыть, а представить предложение по урегулированию ситуации в целом, по усилению нормативного правового регулирования этой сферы деятельности, по повышению ответственности перевозчиков. И контроль нужно наладить за тем, как исполняются нормы, требования, соответствующие критерии. Они действенными должны быть, действенными, понятными и прозрачными.